23 сентября сотрудники информационных подразделений ОМВД России отметили свой профессиональный праздник. В Нинецком округе в составе службы трудится пять человек, а тех, кто находится в эпицентре событий, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Торопова уже 16 лет трудится специалистом информационного центра. Пришла в профессию осознанно и сразу влилась в рабочий ритм. Ольга застала в то время, когда информацию автоматизировали. Приходилось все заносить вручную. Благодаря автоматизации информационных систем сотрудники оперативных подразделений имеют возможность получать информацию ежесуточно. Разыскиваются преступники на основании поступивших информации. Также имеются системы, с помощью которых можно опознать неопознанные трупы, которые способствуют в раскрытии преступлений. Работу полиции невозможно представить без использования различных криминалистических, розыскных, оперативно-справочных, статистических и иных учетов. От их полноты, достоверности, оперативности получения во многом зависит качество работы по раскрытию и профилактике преступлений. Информационный центр можно без преувеличения назвать одной из важнейших служб Министерства внутренних дел. Благодаря вот этой обработке как раз вся информация аккумулируется. Она аккумулируется в базах, в региональных и федеральных базах. И благодаря этому оперативные сотрудники имеют доступ к этой базе и могут посмотреть номер телефона, могут посмотреть имей телефона, могут посмотреть реквизиты какого-то, скажем, имущества потерянного, потому что номерные вещи тоже мы аккумулируем. Новая информационно-технологическая платформа, интегрированный банк данных федерального уровня, была создана в 2000-х годах. В настоящее время эксплуатируется свыше 30 централизованных информационных систем и подсистем, которые модернизируются параллельно с развитием IT-технологий. На сегодняшний момент информационный центр имеет в своем распоряжении более 30 автоматизированных баз. На современном этапе продолжается развитие данной деятельности. Последнее время, последнее направление развития – это биометрическая характеристика человека и использование искусственного интеллекта. Можно смело сказать, что информационные центры – наиболее наукоемкие подразделения органов внутренних дел. Разрешите поздравить всех ветеранов службы, действующих сотрудников с этим знаменательным праздником. Количество раскрытых преступлений показывает, что роль информационных подразделений растет с каждым годом. В свою очередь, телеканал «Север» присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником всех причастных. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».